Прямая линия губернатора Ненецкого автономного округа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствую я, Мария Владимирова. Напротив меня сегодня гость, которого я хочу представить с большим удовольствием. Это губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Игорь Викторович, добрый день. Мария, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем наш прямой эфир, я подчёркиваю, и готовы ответить на вопросы наших жителей. Да, прямой эфир, телефон прямого эфира 2-102-5. Как подсказывают наши редакторы, уже есть телефонный звонок, дозвонилась Екатерина. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, Игорь Викторович, вот сейчас очень много ходит разговоров о том, что льготы социальные будут сокращать или отменять. Вообще подскажите, что на самом деле нас всех ждёт? Я сама не льготница, но родители пенсионеры, ветераны труда. Спасибо большое, Екатерина. Екатерина, добрый день. Спасибо большое. На самом деле очень хороший вопрос. История в следующем. На сегодняшний день, собственно говоря, и на завтрашний, никто социальные льготы, те, которые у нас есть на сегодняшний день, отменять не планирует и не собирается. Это первое, что мне хотелось бы сказать. Второе, мы действительно должны определить принципы, установить принцип адресности и нуждаемости, и определить вот эти критерии нуждаемости именно. Для этого мы сегодня начинаем общественное обсуждение с тем, чтобы мы все вместе определили эти критерии. Это для вновь устанавливаемых льгот. И третье, что мне хотелось бы сказать. В этом году мы начинаем реализацию проекта «Социальная карта жителя Ниньско-автономного округа». Мы должны в этом году ее запустить. И дальше, знаете, как бусинки на ниточку, нанизывать на нее различные виды социальной помощи. Те, которые у нас есть, чтобы нам оказывать помощь нашим людям старшего поколения, нуждающимся, проживающим на территории Ниньско-автономного округа, имеющим на это полное право. Вот этот вопрос о льгот, он у нас из прошлого года перешел, да? Помните, мы с вами тоже очень много говорили. В прошлом году в ходе прямой линии перешел он в этот год. Я хочу, кстати, обратиться к радиослушателям, к жителям Ниньского округа, которые сейчас принимают участие в этом эфире. Вопросы по льготам наверняка будут у каждого второго. Вот чтобы нам не дублировать, да, наверное, Илья Викторович? Ничего страшного лучше всегда услышать из первого источника. Поэтому я вполне понимаю и, более того, разделяю те опасения, которые есть у людей, потому что сегодня все смотрят на общеэкономическую ситуацию в стране, сегодня все смотрят на цены на углеводороды. У нас очень разумные и грамотные жители, они прекрасно понимают, что бюджет Ниньско-автономного округа на сегодняшний день практически на 100% зависит от мировой конъюнктуры цен на сырье. Вот поэтому очень правильные вопросы, и будем на них отвечать. Узнаем следующий из них. Звонилась Елена. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, да. Говорите. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня вот сын пришел с армии и не может никуда устроиться на работу. Даже разнорабочим. Нет нигде рабочих мест. Спасибо большое. Думаю, вопрос понятен. Елена, разделяю ваше беспокойство целиком и полностью. Действительно, такая проблема у нас на сегодняшний день, я подчеркиваю, существует. И ровно для ее решения, помимо различных направлений, по которым мы двигаемся, мы с этого года начали очень плотно взаимодействовать с нашими недропользователями и с их подрядчиками и субподрядчиками, которые на них работают в тундре. С тем, чтобы в тундре у нас была возможность для устройства на работу жителей нашего округа. Вот две недели прошло с даты последнего совещания с недропользователями, установочного совещания. На сегодняшний день более 50 вакансий в центре занятости уже появилось. Поэтому просьба вашему сыну обратиться в центры занятости. Если необходимого образования у него нет, ему дадут направление на переобучение, на получение специальности с дальнейшим трудоустройством на наших недропользователей и для работы там, где она требуется. Но на сегодняшний день, да, действительно проблема, потому что количество вакансий у нас ниже, нежели количество стоящих безработных. Поэтому этой проблемой очень плотно занимаемся. Хочу отметить, что, отвечая на вопрос Елены, вы ответили на вопрос еще нескольких жителей округа, которые в социальных сетях задавали вопрос как раз касаемо трудоустройства, нефтяных компаний. Существует на данный момент такая все-таки, да, проблема? Эта проблема существует. У нас есть ряд проблем. Вот проблема с трудоустройством, одна из них на сегодняшний день. Эта проблема, еще раз подчеркиваю, да, у нас есть. Ровно для, в том числе и решения этой проблемы, мы с нашими депутатами установили стоимость патента для иностранной рабочей силы. Практически у нас один из самых высоких в стране, с тем, чтобы было все-таки невыгодно экономически привозить иностранную рабочую силу, ну, потому что сумма патента значительная, и получается расходы очень большие на жилье, на патенты, с тем, чтобы было экономически выгоднее брать нашу рабочую силу. И также мы рассматриваем вопрос на законодательном уровне установить квотирование рабочих мест для тех предприятий, которые работают на нашей территории. И сегодня мы проводим все эти законотворческие процедуры. То есть, значит, эту работу мы начали в прошлом году. Переходим к телефонным звонкам. Из Оксина звонок от Юрия Александровича. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Да, 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 здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Юрий Александрович, слушай вас. Да, дорогие. Вопрос по газификации наших населенных пунктов. Уже 10 лет, как это длится история. И так она откладывается, откладывается. Все же какие-то реальные перспективы есть? Василий Александрович, спасибо за вопрос. На самом деле эта история в разговорах может длиться и 20, и 30, и 40 лет. Но к реальному воплощению она начала двигаться какое-то количество, 2-3 года назад. Это начала еще предыдущая администрация. Провели большую документальную работу. В прошлом году были завершены изыскания. И в этом году было, кстати, информационное сообщение в наших СМИ. Значит, мой заместитель Сурков Сергей Юрьевич, участвуя в работе Арктической комиссии, были представители «Газпрома», и они подтвердили, что в этом году мы должны начать физически уже работать. То есть документально мы уже готовы. На следующий день «Газпром» не отказывается вкладывать реальные финансовые ресурсы в физическую прокладку газопровода. Вот в этом году эту работу мы должны совместно с «Газпромом» начать. Я очень рассчитываю на «Газпром», но здесь палочка о двух концах. Мы должны понимать, что наша задача, ну то есть та задача, которую должен выполнить «Газпром», «Газпром», его дочерняя компания, довести до населенного пункта. Дальше мы должны поставить ГРПшку, сделать разводку по селу, но к каждому дому граждане самостоятельно будут уже подводить к себе газ. Это очень важный момент. Еще есть один вопрос у Юрия Александровича. Еще, Игорь Викторович, второй вопрос. Вот вы все полномочия сейчас, в принципе, взяли на себя, на округ? Нет, не все. Ну, практически все. Я сделал очень простую вещь, на самом деле. Говоря в двух словах, мы сделали следующее. Мы оставили полномочия нашим муниципалам ровно столько, я имею в виду город-район, чтобы им хватало собственных доходных источников, и у них не было возможности сказать, что кто-то где-то им не дал денег, кто-то не дал помощи. Наш вопрос. Тем не менее, их штаты все остались прежде, то есть полномочий никаких. А люди работают? Народу много работает в сельсоветах. Вот каким-то образом это оптимизировать можно или нет? Значит, Юрий Александрович, на самом деле, если брать по нашим муниципальным образованиям, то в меру и в должном объеме сократился заполярный район, и надо отдать должное и главе заполярному району, значит, району Алексея Леонидовича Михееву и главе администрации заполярного района Олегу Евгеньевичу Холодову. По городу, ну, это отдельная история, там пока сокращений нет, и город сегодня тратит значительные финансовые ресурсы на собственное содержание. Что касается наших поселений, это местное самоуправление. Мы устанавливаем норматив на финансирование. А далее вот депутатский корпус, ну, так же, как вот там Пустозерский сельский совет, у вас есть свой депутатский корпус, главная полномочия, главная обязанность которого рассмотрение и принятие бюджета Пустозерского сельского совета, где прописана заработная плата, где прописано содержание, где прописаны основные направления, куда тратятся средства и те доходы, которые получают бюджет. И собственные источники, и заполярный район, и, собственно говоря, округ. Поэтому на самом деле сокращаться должны, и я предложил это сделать главам наших поселений, но решения должны принимать непосредственно депутаты ваших поселений. Я думаю, ответ получен стопроцентный. Светлана Павловна у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Игорь Викторович, здравствуйте. Меня зовут Светлана Павловна. Здравствуйте, Светлана Павловна. Вот я хотела попросить вас. У нас в здравоохранении, в больнице нет специалистов, врача, аллерголога. Кого, прошу прощения? Аллерголога. Аллерголога. Вот в Искателе был до Нового года, сейчас и там нет, а в Наримаре его вообще не было в городе. Вот как-то решить, чтобы у нас здравоохранение как-то немножко, ну, вот уделил внимание специалистам такой вот узкой направленности. Пожалуйста, помогите. Вот у меня эта проблема. Спасибо большое. У меня аллергическая асминь. Значит, Светлана Павловна, спасибо большое за вопрос. Действительно, это проблема. Эта проблема по узким специалистам у нас в целом существует в округе, я имею в виду, в первую очередь, сферу здравоохранения. Именно поэтому у нас в нашей системе здравоохранения, особенно в окружной больнице, очень большой коэффициент совмещенности. И отсюда жалобы, и не совсем качественное, по каким-то направлениям, качественное оказание медицинской помощи. Что касается, ну, аллергия, это вообще проблема 21 века, и, к большому сожалению, она есть не только у взрослых, но также у наших маленьких деток. Поэтому поставлю задачу и главному врачу, и руководителю нашего департамента здравоохранения с тем, чтобы приложили все усилия и поработали вопрос по приглашению в округ узкого специалиста, в данном случае аллерголога. Есть еще у нас один звонок. Андрей, добрый день, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, Игорь Викторович, Мария, это Даруин Андрей, Печердевский, Газпром. Да, здравствуйте, Андрей Тимофеевич, приветствую. Ну, вопрос будет, конечно, завуалированный о долгах в сфере ЖКХ, потому что проблема в округе... Значит, Андрей Тимофеевич, Андрей Тимофеевич, вы задайте вопрос не завуалированно, а задайте его четко. Кто не платит, сколько не платит и с каких пор не платит. А я тогда дам свой комментарий на эту тему и те усилия, которые мы прилагаем к решению этой проблемы. Хорошо? Ну, так, чтобы у наших радиослушателей не возникало никаких проблем... Не возникало проблем в понимании вопроса. Понятно. Ну, у нас должники два главных. Это Нарима, Рокер, Газ не платит буквально с февраля прошлого года, практически год не платит. Задолженность просроченная 71,5 миллион. По КТС, также с февраля прошлого года, задолженность 62,8 миллиона. То есть, эти два предприятия практически год нам не платят за газ. Ну, а вы какие предпринимаете действия, чтобы не вам платить? Все арбитрозы выигрываем, пытались их на банкротство подать. Да. Имущество и так далее. Но все законные методы пока что решения не дают. Хорошо. А скажите, пожалуйста, окружное предприятие Наримарская электростанция платит вам? Вот, она платит, но у нее тоже проблемы с этими предприятиями, потому что в них задолжны. Значит, я-то в теме, я понимаю, значит, проблему этих предприятий. Значит, Наримарская электростанция вам платит. А скажите, пожалуйста, а были случаи, когда Наримарская электростанция платила вам авансом? Были. Были случаи. Когда было совсем сложно, мы всегда шли к вам на встречу с тем, чтобы... Я не спорю, я этого не скрываю. Мы только за счет Наримарской электростанции практически выживаем. Хорошо. Значит, по Наримарской электростанции мы выяснили. Конечно. Теперь смотри, какая история. На самом деле, вы абсолютно правильно сказали, что на сегодняшний день предприятие ПКТС, по сути, подсаживает Наримарскую электростанцию, имея тоже просроченную задолженность. Сейчас могу ошибаться, плюс-минус порядка 60-65 миллионов рублей. Я в курсе. Да, такая проблематика есть. Окргаз на сегодняшний день – это частная компания, принадлежащая физическим лицам, которая была приватизирована тот пакет. Собственно говоря, мэрией нашего города Наримара был в свое время приняты решение о его приватизации, и она была приватизирована. И с тех пор пошло такое, знаете, аккуратное накопление долгов. Более того, были проблемы, связанные с участием этой компании в различных стройках. Часть стройок была просрочена, часть контрактов была разорвана. Есть вопросы по качеству этих строек, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому на сегодняшний день мы ведем переговоры с Окргазом, вы тоже об этом знаете, о выкупе имущественного комплекса в соответствии с той оценкой, которую оценят специалисты. С тем, чтобы, во-первых, окружное предприятие отвечало за разводку и подачу газа в пределах населенного пункта, и у нас была возможность своевременно рассчитываться с главным нашим поставщиком, то есть с Печорой нефтегазпромом. Это что касается Окргаза. На следующий день, там, если не ошибаюсь, проходит стадия оценки. Там просто собственники очень интересные, у них утром одно мнение, вечером другое мнение, потом третье, и вы знаете, что мы идем двоя направлениями, один как раз с помощью вашей компании, а второй, собственно говоря, через оценку имущественного комплекса. Поэтому эту проблему с долгами можно будет решить, когда мы решим вопрос с собственниками вот этого предприятия. Это что касается Окргаза. Что касается предприятия по ГТС. Значит, действительно, на сегодняшний день и на каждой планерке мне отчитывается руководство предприятия и мэрия нашего города о том, что на предприятии, что касается производственного процесса, все в порядке. Что касается финансового состояния, то финансовое состояние сложное, и дай бог, чтобы не накапливали еще новых долгов. Тем не менее, руководство предприятия оперирует, значит, кредиторкой, прошу прощения, дебиторкой, там, в районе 350 миллионов, и говорит, что формально все у нас прекрасно. Окрг в 2015 году предложил свое решение проблематики с просьбой, значит, подняв полномочия по ЖКХ и всем этим коммунальным историям на субъект, и попросил передать это предприятие в округ с тем, чтобы у нас была возможность финансировать это предприятие с тем, чтобы, ну, его, значит, попросту расчистить. Мэрия города сказала, нет, мы справимся самостоятельно, отказавшись передавать предприятие. На сегодняшний день проблема данного предприятия, его, значит, работы непосредственно мэрии нашего замечательного города. Поэтому все вопросы, связанные с данным предприятием, красное здание на площади, Андрей Памфеевич. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, сегодня гость студии, губернатор Нинского округа, Игорь Викторович Кошин. Телефон прямого эфира 2-102-5, звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Игорь Викторович сегодня очень хорошо, много, тщательно отвечает на них. Я думаю, что исчерпывающий ответ получают наши радиослушатели. Марина Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина Валентиновна. Я очень хотела спросить бы, когда я могу получить свой участок для многодетных. Вернее, я получила его 3 года назад, оформила в собственность. У меня есть те документы, но на земле, на своей, я еще не стояла, я ее еще не видела. Где она находится? Вот объясните мне, пожалуйста, когда я ее получу. А где вы получили ее юридически? Здесь, у вас в администрации городской. Нет, подождите, подождите, подождите. Вот еще раз уточните, где вы ее получили? Пожалуйста, Марина Васильевна. А, в Наринмаре, так, в районе старого аэропорта на улице Авиаторов. Понятно. А получали вы где этот земельный участок? В смысле, где я его получала, земельный участок? Ну, кто из... В администрации. В администрации какой? В городской администрации. В городской администрации. В участок под номером 2. Теперь смотри, какая история. К сожалению, вы не одна у нас представительница многодетных семей, которых наша мэрия ввела в определенное заблуждение, скажем так. И ровно поэтому в прошлом году мы, полномочия по земле, были вынуждены забрать с города и поднять его на окружной уровень. Потому что то, что сегодня у нас происходит с участками для многодетных семей, мы имеем большую-большую проблему. Во-первых, часть участков выдана на абсолютно неподготовленной территории, не отсыпанной, на отметках гораздо ниже, нежели необходимой 640-690. Я все видела по новостям. Хотелось бы конкретно, когда все это будет сделано? Значит, это будет сделано, как только подрядная организация сможет приступить к работам по подготовке этого участка. Она сможет приступить, как только город выдаст разрешение на производство этих работ. Четкий вопрос, четкий ответ. Когда выдаст мэрия, я пока не очень понимаю, потому что я не всегда понимаю некоторых руководителей наших. К сожалению, местное самоуправление, это самостоятельная ведь власти, она не подчиняется исполнительной власти Нинско-автономного округа. Тем не менее, вопрос с земельными участками на особым контроле находится. Да не то, что на особым контроле. Я уже целую комиссию собирал. Я привлекаю правоохранительные органы. Кстати, возвращаясь к прошлому вопросу, там занимаются и правоохранительные органы, занимаются и задолженностями, и теми кредиторками, которые были. Просто все это не очень просто. А что касается земельных участков для многодетных, прокурор, выступая на одном из наших публичных мероприятий, сессии окружного собрания, четко сказал, что это просто надругательство над жителями. Но тем не менее, городская мэрия в свое время, не справившись с этим полномочием, не подготовив эти земельные участки, сегодня пытается вставлять палки в колеса, рассказывая какие-то реликтовые лес, реликтовые березы. После срока уже принимают различные постановления, пытаясь всячески ту первую часть, где уже участки выдали на неоцепанных территориях, как-то исправить и, ну, скажем так, замыли немножко этот вопрос. И не давая подрядчику, значит, сенсорный заказчик разыграл уже этот контракт, подрядчик готов, более того, ну, все стоит на низком старте, мы должны подготовить эти участки, мы должны дать возможность людям строить. Ну, вот мэрия придумала новый какой-то способ, пытаясь, знаете, как по принципу, мы не смогли и вам не дадим. Поэтому я прошу прощения, Марина Васильевна, мне очень неприятно об этом говорить, но вот сегодня есть определенные проблемы, ну, как определенные, большие проблемы по подготовке земельных участков, занимаясь этим лично, ну, вот есть определенные законодательные тонкости и нюансы. Поэтому с участием в том числе и правоохранительных наших органов подключаем их с тем, чтобы все-таки нам в правом поле побыстрее разобраться, потому что жителям на самом деле глубоко, на мой взгляд, параллельно. Кто там прав, кто виноват, землю дайте, мы будем строить. Положено, будем строить. У нас есть Роман. Здравствуйте, Роман, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос такой по поводу ветхого и аварийного жилья. Хотелось бы узнать, вот по срокам, то есть дом уже признан аварийным и ветхим, когда можно будет переселение, то есть сроки? То есть кого-то переселили, кого-то еще нет, кто-то проживает еще. И вот сроки есть какие-то от начала переселения от первой семьи и до последней, скажем так? Да, безусловно. Значит, Роман, спасибо за вопрос. На самом деле, очень актуальный вопрос и для всей страны, собственно говоря, для нашего округа. Мы на самом деле выполнили так называемый нулевой этап. Это было ветхое аварийное жилье, которое ставилось на учет до 1 января 2012 года. Вот этот нулевой этап мы выполнили, расселили без привлечения федеральных средств. Дальше у нас два этапа. Соответственно, это 15-17 годы, 17-20. Вот так, по-моему. И на сегодняшний день мы пока в тех графиках и в тех программах, которые у нас приняты. Несмотря на определенные финансовые сложности, пока мы вот этот метраж под ветхое аварийное жилье сдаем. Значит, какая вещь? Ну, там буквально вчера у нас было заседание администрации, мы порядка там 27 квартир, 27 или 23. Значит, могу ошибаться, передали городу для распределения под ветхоаварийное. А дальше уже город принимает решение из того ветхоаварийного, которое принято и которое стоит на очереди, кого, значит, расселят раньше, кого позже и кого как. То есть это уже ответственность, собственно говоря, нашей мэрии. Как они распределят те квартиры, которые получили от округа. Точно так же, как в районе авиаторов в этом году достроили 11-секционный дом, он достроился по муниципальному контракту, но, естественно, за средства окружного бюджета. И город принимал решение о его распределении. Вот сейчас мы пока не можем получить цифры, сколько там пошло под ветхое, сколько пошло под очередь, сколько пошло по какой программе. Потому что это непосредственно функционал уже городской. Они распределяют это жилье. Роман, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Но то, что мы будем дальше сносить и строить, безусловно, потому что в условиях Крайнего Севера жить в ветхом аварийном жилье, это, конечно, неправильно. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте. Эфир прямой. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы живем по адресу Российский на 8, да? У нас сзади находится в подвале финансово-расчетный центр. Вот. И, насколько нам стало известно, туда сейчас начали свозить оборудование из искательской больницы, из кабинета фотографии. То есть оборудование, которое им уже не нужно. Вот. И мы очень переживаем, потому что у нас очень много детей живет в доме. То есть облучение там может быть. Ну, Юля, я, если честно, не в курсе, кто куда какое оборудование свозит. Ну, ни в коем случае, я больше чем уверен, что никто не хочет никого облучать. Более того, есть, значит, Роспотребнадзоры. Ну, у нас с вами два варианта. Либо вы оставите телефон в прямом эфире, я уточню, значит, мои коллеги перезвонят. Либо я просто попрошу, ну, поверьте мне на слово, попрошу уточнить, в чем там проблема. И, ну, либо через социальные сети, вы же понимаете, либо еще как-то, я-то сообщил. Нет, это не вопрос. Сейчас наши редакторы возьмут номер телефона в доме. А, то есть не обязательно объявляют, да, в прямом эфире? Нет, конечно, в прямом эфире совершенно не обязательно это делать. Я думаю, сейчас она оставит, и вопрос будет разрешен. То есть вот губернатору, понятно, идут со всеми вопросами, даже вот такого характера. Ну, хорошо. Потому что, да, я тоже считаю, что это неплохо. 2-102-5, телефон прямого эфира. В гостях на радио Наринма РФМ. Сегодня губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин. Игорь Викторович уже ответил на ряд вопросов, касающихся и социальных льгот, и трудоустройства, и неплатежей за газ, и за... Когда у нас, в общем-то, появится врач-аллерголог, узкие специалисты, проблемы существуют. И мне даже приятно отметить то, что все-таки большинство вопросов, которые задают нам сейчас, они в ходе прошлой прямой линии не звучали. Это говорит о том, что решены эти вопросы, которые были. У нас есть еще один звонок из Нельмина Носа. Галина Александровна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Игорь Викторович. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте, Галина Александровна. Привет Нельмина Носу. Я хотела у вас поинтересоваться по вопросу строительства школы. Когда нам надеются, всем жителям поселка Нельмина Нос на ближайшем будущем, ну, хоть ближайшем, на строительство школы. Сейчас Игорь Викторович вам ответит. Галина Александровна, и глава вашего поселения, Михаил Семенович Талеев, и депутаты ваши, и Александр Геннадьевич Колыбин, депутаты грудного собрания, скажем так, в том числе и от вашего поселения, и жители, постоянно задают этот вопрос. Я вам отвечу следующим образом. Мы, в прошлом году было мое поручение, во-первых, по всем учебным заведениям, наш департамент по образованию, культуре и спорту, молодежной политике, должен подготовить следующую справку. Справку, в принципе, подготовить план мероприятий по тем учреждениям, где необходимы ремонты, а где уже эксплуатации не подлежат, ну, чтобы мы могли составить программу. И второе, мы сейчас по ряду населенных пунктов находимся в стадии переделки, корректировки проектно-сметодокументации. Почему, вам скажу. Вот недавно вышла проектно-сметодокументация на школу-сад в поселке Харута. Общая сумма 550 миллионов рублей. Вышла проектно-сметодокументация, которую нам передал Заполярный район, там, детский садик, если не ошибаюсь, не есть, на 100 мест, там, 400, по-моему, или 350, 400 миллионов, то есть сотни миллионов рублей. Поэтому мы сначала разберемся с проектами, я надеюсь, пройдем вот эту вот сложную экономическую ситуацию, а дальше будем строить. То, что школа в Нельминосио нужна, никаких сомнений нет. И то, что рано или поздно она там появится, это совершенно точно. Галина Александровна, только прошу прощения, сегодня я не готов вам назвать год начала строительства, потому что сначала необходимо провести большую документальную работу. Но что, в принципе, касается Нельминосо, вы видите прекрасно, у нас по этому году там идет подготовка под земельные участки, там очень-очень большой и приличный объем. Спасибо, Галина Александровна. Звонок Нины Ивановны к нам дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Игорь Викторович. Здравствуйте, Нина Ивановна. Здравствуйте, Игорь Викторович. Давно не слышала вашего голоса. Как поживаете, мои родные? Очень хорошо живу. Дело только в том, что вот я живу на улице Сусинского, да, когда будет автобус по расписанию в сторону старого аэропорта ходит. Здесь много народов живет. Когда будет рейсовый автобус, да? Нина Ивановна, Нина Ивановна, Нина Ивановна, золотая моя. А если честно, мне этот вопрос уже задавали. Задавали уже? Да, и больше. А что я нигде не суток видела? Значит, подождите, подождите. Люди заходят в пешеходники? Не сегодня задавали. Нина Ивановна, подождите. Не сегодня, да? И мне было обещание с мэрией о том, что они этот маршрут подготовят. Уточню, разберусь и попрошу Татьяну Васильевну Федору все-таки маршрут этот запустить, потому что это в чистом виде полномочия нашей мэрии. Попрошу, потому что обещание у меня такое было, что, во-первых, там дополнительные фонари поставят, чтобы вы... Да еще, если поставили, потом когда тепло ставим, павильон еще поставили бы. Чтобы еще и павильон там был. Да. Хорошо. А у меня еще план вопросов. Нина Ивановна, я сначала на первый, ты можешь уже отвечу? Я тогда поручение мэру такое дам и попрошу вот все-таки с маршрутом с этим разобраться. Хорошо? Хорошо. А у меня еще план вопросов. Давайте. В каждом доме есть подвалы. А можно, наверное, сделать этот продуктовый магазин. В вашем микрорайоне, да, конкретно? Да. Посмотрим. Задают уже этот вопрос. Сейчас попрошу я там специалистов подключить к этому вопросу, чтобы действительно какие-то либо помещения посмотрели. Ну, в подвале я не уверен. У нас там есть земельный участок под, если я не ошибаюсь, под торговый центр. Посмотрю, разберусь, Нина Ивановна. Ладно, вот по помещению посмотрю. Не готов сейчас сразу сказать по, я имею в виду, по торговле. Спасибо большое. Что касается филиала САФУ. У нас же есть филиал САФУ, он работает, там, значит, руководитель довольно-таки известный в округе, человек всю жизнь, значит, занимающийся образованием, поэтому филиал есть, не совсем понимаю, почему вопрос. Что касается объединения техникума и техникума, ПТУ, там, ПЭТ-колледж, на самом деле сегодня департамент прорабатывает различные вопросы. Вот подчеркиваю слово, прорабатывает вопросы. На сегодняшний день никаких решений не принято, потому что мы же еще основываемся и на федеральном законодательстве, закон об образовании, закон об профессиональном образовании, там есть свои нормы, свои правила. Поэтому различные варианты, они сегодня, ну, то есть, они сегодня прорабатывают все внутри. Как только они проработают, выдадут какие-то рекомендации, выдадут предложения, мы тогда соберемся, совместно с депутатами обсудим и будем уже принимать какие-то решения. Что касается мониторинга рабочих профессий. Собственно говоря, централизация всего образовательного процесса была мной проведена, в том числе и для того, чтобы все было в одних руках, все было в одном департаменте, и не было никогда возможности сказать, что там это город не сделал, это там район не сделал, это поселение, это кто-то проспал, кто-то не успел, кто-то там на отчет не ответил, а потом кто-то письмо написал, там кто-то в отпуск уехал. Поэтому вот сейчас мы этот мониторинг начали вести. Учитывая особенно сложности на рынке труда, в режиме ручного времени мы смотрим те вакансии, которые сегодня по тем специальностям, которые нам сегодня начали предлагать недропользователи, с тем, чтобы мы могли предложить уже ребят, прошедших необходимое обучение. Поэтому этот мониторинг мы сейчас начали вести. Что касается ПТУ и пристройки, в этом году, ну, значит, разговоров про эту пристройку было очень-очень много, это как всегда. Что касается этой пристройки, в этом году мы должны провести экспертизу, чтобы понять вот те фундаменты, которые там есть, и те стены, которые есть, их можно использовать, либо нельзя. Потому что до этого были одни разговоры. Вы знаете, что до 2015 года, с 2007, 7 лет полномочия находились по образованию в Архангельской области. Мы в 2014 году подписали договор, в 2015 году у нас появилась возможность заниматься этими проблемами самостоятельно. Поэтому получим экспертизу, поймем, что делать с этим помещением, дальше, ну, в смысле, с тем островом, который там стоит. Дальше будем принимать решение. Безусловно, у нас должно, наше ПТУ должно работать, должно готовить все основные рабочие специальности, востребованные на рынке труда Ненецкого автономного округа. Потому что на сегодняшний день у нас большое количество рабочих специальностей работает на нашей территории, у нефтяников, у их подрядчиков, у их субподрядчиков, набранные со всей страны. У нас есть целый коллективный звонок, Игорь Викторович, дома ребенком. Как бы приветствовать, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как Вы зовут, представьтесь. Это я, Галина Михайловна. Галина Михайловна, очень приятно, задавайте, пожалуйста, Ваш вопрос. Игорь Викторович, здравствуйте. Добрый день, Галина Михайловна. Мы, я от коллектива дома ребенка, мы бы хотели услышать от Вас, да, что мы, в принципе, относимся к округу, да, и мы бы хотели узнать, что нас ждет в ближайшем будущем наш дом ребенка. Спасибо за вопрос. Галина Михайловна, ну, хороший вопрос на самом деле. Я так понимаю, что есть различные по всей видимости предложения от департамента. Я на сегодняшний день вот совершенно точно, совершенно точно не готов ответить, но то, что Вы наши окружные, это совершенно точно. Вот. То, что на сегодняшний день Вы у нас находите, ну, Вы как бы же в системе здравоохранения, если не ошибаюсь. Угу, подтверждают. Да, Галина Михайловна? Да, 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 да. А Вы перейдете в систему социальной защиты, вот, и давайте вот более детально, давайте я к Вам просто приеду, я сейчас заслушаю. Вот очень было бы хорошо, чтобы Вы к нам приехали, будем очень рады Вас уйти. Значит, я давайте заслушаю департамент наш, пойму, что они планируют, возьму представительность департамента, к Вам приеду, и мы совершенно спокойненько с коллективом поговорим и поймем, что мы делаем. Скажите, пожалуйста, сколько у нас там сегодня деток? На сегодня? Да. Ну, 20, наверное. А что значит, наверное? Ну, я просто точно не знаю, Вам не подскажу точно, сколько. Нет, ну, подожди. Это почему, потому что у нас еще, вот, именно, говорите, вот, конкретно, сколько детей? Да. Да, или у нас ведь, потому что, где там 2-3 ребенка в больнице, или вот на сегодняшний день это самый списочный состав? Галина Михайловна, вот Вы скажите, сколько у Вас списочный состав детей? 20 детей у нас, в списочный состав, у нас, наверное, на сегодня 20. 20 детей. Сколько у Вас было детей год назад? Год назад, год назад у нас и до 40 доходило. До 40 доходило? Да. Даже больше? Сколько было 2 года назад? Там еще, наверное, больше. Ну, сколько, скажите? Ну, пусть... 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 ну, пу Потому что в коллективе это не здоровая обстановка, Игорь Викторович, не здоровая. А вы хотите сказать, что представители департамента не приезжают и не объясняют, что они делают? Ну, почему нет? Они объясняют, но не то, что мы хотели бы слышать. То есть, подождите, четко никто сказать не может? Ничего не могут сказать. Я к вам тогда приеду в гости. Я вас услышал. Хорошо? Хорошо, все, спасибо. Договорились. Спасибо за звонок. Доброго дня. Хочется пожелать вам и всему вашему коллективу. Сегодня такой прекрасный день, замечательная погода, поэтому лучше улыбаться, на мой взгляд. 22.5, телефон прямого эфира. Гость студии сегодня губернатор Ненецкого округа Игорь Викторович Кошин. География звонков очень обширна. Тематика тоже достаточно масштабная, я бы даже сказала. Те самые болевые моменты озвучивают наши жители. И вы, Игорь Викторович, даете ответ. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно. А у меня вот такой вопрос. Я как сирота, больше шести лет уже не могу получить квартиру. Обращался в приемный президент, и там сказали, что должен быть 31 января, но, к сожалению, я не получу эту квартиру на заводе. Почему? Ну, сказал, что типа не твоя очередь подошла еще. Хотя по президентской программе там я уже должен был до 31 января 2016 года. Какого с вами ли, Сергей? Парфенов. Парфенов, сколько вам лет? Да, 24 уже. Чем вы занимаетесь? Сейчас вот, ну, работаю. А где работаете, если не секрет? Ну, в детский садик устроился. Кем? Поваром. О, замечательно. У вас самая шикарная профессия. Значит, мне коллеги подсказывают, что вы у нас на особом контроле, и рано или поздно вы, конечно, квартиру получите. На самом деле, вы сейчас подняли очень серьезный вопрос. У нас, к моему большому сожалению, у нас большое количество сирот. К моему большому сожалению, у нас очень сильное социальное сиротство. У нас только порядка 5-6% реальных сирот. Все остальные у нас социальные сироты. И по действующему законодательству мы обязаны действительно предоставить жилье, что мы из года в год делаем. Безусловно, мне хотелось бы это делать в гораздо больших объемах, но на сегодняшний день вот те возможности, которые у нас есть, мы их реализуем на 100%. Если не ошибаюсь, значит, наши специалисты вам подсказали, что для того, чтобы у вас не было конфликтных ситуаций со своими коллегами, вам подсказали, как правильно в юрбюро обратиться с подготовкой необходимых документов в суд. Поэтому я надеюсь, что вы этот путь пройдете, он не будет очень долгий, и ваша проблема жилищная будет решена. Спасибо, Сергей. Спасибо. Так, Сергей, я понимаю, уже нет с нами. Спасибо большое, Игорь Викторович, за ответ. Кстати говоря, Сергей даже, наверное, обращался, если я не путаю, то он, чтобы мы сняли сюжет о том, что ему не предоставляют жилье. Вот видите, замечательный молодой человек устроился работать поваром. 2-10-2-5, телефон прямого эфира, гость студии губернатор Ненецкого округа Игорь Викторович Кошин. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Вопросы поступают даже в социальных сетях, в группе телеканала «Север», например, люди задают вопросы, люди задают вопросы посредством телефонной связи. Я думаю, что все вопросы имеют место быть, потому что, как мы заявляли, что многие вопросы у нас с чем? С слухами, да? С слуховой волной донесены, и мы сегодня обещали. Мария, давайте, пока звонящих у нас нет. Да. Мы с вами спокойненько поговорим, для чего мы это все делаем. Давайте можно даже сравнить ситуацию, которая произошла после прямой линии прошлогодней, и были даны ряд поручений, и во что все это вылилось. После прошлой прямой линии действительно был дан ряд, ну, по каждой болевой точке был ряд конкретных поручений нашим профильным департаментам, и все они находились на контроле, то есть аппарат очень четко контролировал, и по многим вопросам было принято, ну, как бы окончательное решение, то есть проблемы были решены. Безусловно, по серьезным и глобальным масштабах нашего округа проблемы очень сложно решить на раз-два. Но самое важное, что... И для чего, собственно говоря, нам необходима прямая линия? Я там общаюсь в социальных сетях, есть у нас, значит, горячая линия, есть телефон. У нас большое количество средств массовой информации. У нас газета «Нарьяна Вендер», у нас газета «Выбор Нао», у нас три радио, если только я, значит, не ошибаюсь, у нас два телеканала. И, тем не менее, есть... Люди испытывают недостаток стопроцентной информации. Вот чтобы этого не было, я думаю, самая хорошая форма – это прийти просто в прямом эфире и совершенно спокойно поговорить, ответить на те же вот трепещущие вопросы, которые волнуют людей. А остальные окружающие, они, собственно говоря, же слышат и ответы на вопрос, и совершенно спокойно сравнивают с происходящим за окном и понимают, что к чему, кто что делает, кто что не делает. Так что получается. Поэтому обратная связь необходима. Да, такой эфир, вопрос-ответ, он очень актуален. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник, иначе мы с вами очень сильно фоним. Алло. Алло, теперь можете задавать вопрос. Игорь Викторович, здравствуйте. Звать меня Геннадий Иванович, я работник Печорнефтегазпрома. Я вот слышал ваш ответ по неплатежу нашему предприятию от организаций. Во-первых, меня интересует, как же так окргаз теперь делится, где-то кусочки там разделяют, я так понимаю. Уже теперь не чисто окргаз, как единая организация. Но это не дело, это честь и тому, что такое предприятие не платит деньги. Я с вами согласен целиком и полностью. Это частное предприятие, которое должно платить деньги за потребленный ресурс, потому что с населения, из потребителей это предприятие получает все необходимые платежи. Значит, надо вопрос завести, прокуратура или кто-то заниматься должны этим делать? Занимаются, правоохранительные органы сегодня занимаются, Геннадий Иванович. Вот правоохранительные органы сегодня занимаются в том числе этим предприятием. Просто я считаю, что, чтобы не было в дальнейшем никаких проблем, вот все объекты, связанные с жизнеобеспечением нашего округа, они должны находиться в окружной собственности. с тем, чтобы у нас была возможность влиять напрямую на ту политику, которую они проводят. А так, понимаете, не платят, не платят, и у меня рычагов-то нет. Это частное предприятие, у меня сегодня рычагов нет. Понимаете, в чем суть? У Росстехнадзора есть. Я не удовлетворен этим ответом, как эта окружная администрация не в курсе дела, такое предприятие стало частным предприятием. Пусть даже до вас там губернатор был, или мэрия была, да, нынешняя мэра. Как она стала частным предприятием? Как стала частным? Я попрошу коллег наших печатных средств массовой информации подробно расписать эту историю. Когда, в каком году она была приватизирована, когда стала частным? Спасибо большое. Нет вопросов, Геннадий Иванович. Спасибо большое, Геннадий Иванович, за ваше обращение. 2-102-5, телефон прямого эфира. Времени остается не очень много до завершения нашей прямой линии с губернатором Игорем Кошиным, так что дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. На самом деле, вопросы поступают постоянно, вот есть определенный срез, и можно отметить, да, какие у нас самые актуальные, это жилье, жилье, образование, трудоустройство. Ну, основные сферы, собственно говоря, жизнедеятельность, это правильно, это нормально. Теперь узнаем, о чем следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Павел Николаевич Ковалевский. И ваш вопрос. Добрый день, Павел Николаевич. Добрый день. Игорь Викторович, я хотел вот такую тему о туризме в округе, да. Вот, на мой взгляд, ну, поднять, на мой взгляд, как вы смотрите, я, например, предлагаю создать опорные базы, ну, вот, точки, чтобы можно было осуществлять не то пробег на снеохотах, не то, ну, то привлекая туристов в округ, чтобы могли они где-то остановиться, их можно было обслуживать, ну, чай попить. Павел Николаевич, в общем, Павел Николаевич, хороший своевременный вопрос. На сегодняшний день у нас этим занимается наш туристский центр. Потому что его сначала построили, потом долго думали, а что с ним, собственно говоря, сделать. И вот в прошлом году Матвей Михайлович Чупров этот процесс начал, есть уже организованные туры, и снегоходные, и рыбалки там есть, и в том числе и так называемые опорные точки стали появляться на нашей территории, и по сути получается, что, ну, там, команда туристов в костюмах может приехать совершенно спокойно в турцентр, переодеться и там сесть на снегоходы, и там даже есть несколько, ну, как бы, несколько суточных, что ли, маршрутов. Но смотри, какая вещь. На сегодняшний день вот те доходы, которые получает наше казенное учреждение, то есть наш туристский центр, они, к моему большому сожалению, не сопоставимы с той расходной частью. Я сейчас могу ошибаться в цифрах, но содержание вот этого центра обходится свыше там 30 миллионов рублей. Что касается доходной части, то она на сегодняшний там день, ну, что-то в районе миллиона рублей, если даже не меньше. В любом случае, эти вещи должны быть, по крайней мере, как-то близко на самоокупаемость. Понимаете? Иначе у нас получается уникальная вещь. Когда мы субсидируем молоко, я понимаю, люди это понимают. Когда мы субсидируем продукцию оленеводства, это все понимают. Когда мы субсидируем авиабилеты, это все понимают. Когда мы субсидируем проезды в автобусах, все понимают. Когда мы субсидируем так называемое госзадание по детским садикам, по школам, когда мы содержим всю эту бюджетную сферу, это все понимают, это все ясно. Но когда мы начинаем сферу туризма субсидировать и, собственно говоря, по сути оплачивать тех туристов, которые приезжают, здесь есть вопросы. Поэтому мы в любом случае должны выйти на, по крайней мере, самоокупаемость. Вот как-то так. Спасибо большое, Павел Николаевич, за обращение. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут и ваш вопрос? Меня зовут Александр Федорович. Я по следующему вопросу. По поводу перекрестка улиц Ленина и Октябрьская. В утренние часы, ну и вечерние, соответственно, большое количество идет пешеходов, автобусов и постоянно там, на этом перекрестке пробка. Этот вопрос давно бы было можно решить, если бы, ну, как-то администрация подключилась и городская, окружная, там сделать пешеходный переход или подземный, или надземный, каким-то образом этот вопрос решить. Там небольшая, я думаю, проблема, там не 10-километровый он, этот переход. Ну, вот мой вопрос. Спасибо большое. Да, и такое креативное предложение тоже. Значит, Александр Федорович, да? Если не ошибаюсь. Да, Александр Федорович. Спасибо за вопрос. Действительно, с дорогами ситуация у нас в городе непростая, но хочу вам сказать, что в прошлом году нам кое-какие подвижки удалось сделать. Был выполнен объем работ, которого никогда в течение года на территории округа не делалось. И более того, нам удалось на строительство дорог даже привлечь еще федеральные ресурсы, что тоже, собственно говоря, было впервые за последние 7 лет, как минимум. И это у нас получилось в том числе и благодаря тому, что мы подписали договор с Архангельской областью. Далее. Мы пошли дальше. Мы 5 основных дорог. Мы передали с города на округ. И сегодня центральные все улицы и дороги содержат, собственно говоря, округ. И в этом году по содержанию на мой взгляд я могу ошибаться, но каждый день практически езжу по основным дорогам. содержатся все-таки гораздо лучше, нежели это было в прошлом году, к счастью. И надо отдать должное и городу. Город начал содержать дворовые территории и проезды. То есть появилась такая конкурентная среда. Мы выстроили систему, при которой снег стал вывозиться. И вчера мне Александр Борисович Бебенин докладывал о том, что объемы вывозимого снега увеличиваются. Что касается конкретного вопроса по данному перекрестку, посмотрим. Попрошу специалистов посмотреть, что там можно сделать, но в любом случае мы с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний день загруженность наших дорог выше всякого предела, особенно центральной. Поэтому вот сейчас мы должны в ближайшее время получить откорректированный проект, проектно-сменедокументация по строительству объездной дороги, и в этом году будем принимать решение о либо все-таки начнем ее строить в этом году, либо нет. Будем исходить прежде всего даже не из целесообразности, потому что она действительно необходимая потребность, она действительно нужна уже как воздух в город, у нас уже скоро будем от города до искателей машины можно будет так уже шахматным порядком ставить, да, будет одна большая пробка, а будем еще исходить из наличия финансовых возможностей, потому что вы понимаете, что сегодня происходит с экономикой. Вот так мы от маленького практичного вопроса перешли к дорогам, поэтому спасибо за конкретику, дам поручение, посмотрим, что там можно сделать, Александр Федорович. Ну или лето можно всем на велосипеде пересесть. Полезно. У нас есть Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Игорь Викторович, хотелось бы задать вопрос, вот недавно на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путином вы озвучили такие цифры, что у нас средняя заработная оплата по округу 60-80 тысяч рублей. То есть у меня конкретный вопрос даже может быть понятно, откуда складываются эти цифры. Что вы скажете по тому поводу, что многие жители округа, они резко не согласны с этой цифрой, да, и пытаются понять, откуда же она все-таки появляется, эта цифра. Летина, хороший вопрос, но я же не придумал эту цифру, вы прекрасно же это понимаете, на самом деле есть у нас статистика, которая считает заработную оплату по территории, которая считает многие другие показатели, и из чего, собственно говоря, и складывается. Вы абсолютно правильно говорите, у нас есть большое количество рабочих мест в Тундре, которые мы на сегодняшний день их не занимаем, и главная задача, которую я ставлю сегодня, мы работаем о том, чтобы у жителей нашего округа была возможность эти рабочие места замещать. А что касается, откуда берется эта цифра, вот в ближайших попрошу, значит, наши средства массовой информации, прежде всего, печатные, дать подробный анализ по тем цифрам, которые сегодня нам озвучивает статистика. На самом деле, что касается средней заработной платы, то в 2014 году это было 65 тысяч, там, порядка 800 рублей, вот, а в 15-м это было уже 68 тысяч. Поэтому статистика дает цифры. Еще один телефонный звонок Надежда Федоровна, день добрый. Алло, здравствуйте. Добрый день, Надежда Федоровна. Здравствуйте, Игорь Кошин, любимый мой депутат. С наступающим вас счастья вам, любви, здоровья. Всем благ. Спасибо большое. Игорь, я отдала документы 28 декабря на квартиру по очереди, у меня 130-я подошла, когда я получу квартиру? Уже сегодня 17-е число. У мэра уточню, когда я получу квартиру. А мне все обещают, говорят, рассматривают в Архангельские документы, какая у меня недвижимость, у меня никакой недвижимости нету, у меня здесь родительская квартира, я здесь живу, на Леной, и когда я получу квартиру? Спасибо. Значит, когда наша мэрия проведет распределение, так сразу вы и получите, поэтому я уточню в мэрии, когда они все-таки закончат вот эту вот бумажную процедуру и когда проведут все необходимые эти вещи. А что касается другой собственности, да, у них в правилах есть, они действительно смотрят, есть ли собственность на другой территории, это их право, посмотрим. Уточним в мэрии, когда. Хорошо, Надежда Федоровна? Хочу, я хочу, чтобы ты уточнил. Я и уточню, а что же делать-то? Да, спасибо вам большое за ваш вопрос. Вопрос, что ж, время нашего эфира подходит к завершению, хочу отметить, если вы сегодня не успели в рамках этой программы задать ваш вопрос, то можете обращаться по телефону горячей линии, его номер 2-19-51, и я думаю, в дальнейшем мы получим ответим. Мария, я думаю, мы давайте сделаем следующим образом. Мы как-то постараемся сделать наши эфиры более или менее регулярными. Давайте, мы согласны. Мы сейчас не будем говорить про периодичность, но это не должно быть крайне редко. Мы должны постоянно общаться с тем, чтобы постоянно иметь обратную связь. Позвольте поблагодарить вас, поблагодарить весь коллектив нашей телерадиокомпании «Север», звукооператоров, монтажеров, значит, наши коллеги, которые сидели, отвечали на телефонные звонки. Мне понравилось. Мне тоже. Я очень переживала, чтобы вам было комфортно. Вижу, что... Спасибо большое. Всем доброго, хорошего дня. Приближаются выходные. Всех с наступающим праздником. Всего доброго. Услышимся. Прямая линия губернатора Ненецкого автономного округа.